Она там приносила, да, по 1000 рублей в месяц нам обои принести, каждому по 1000. Мотивация в том, наверное, для меня лично, что мне хотелось, в принципе, заниматься разработкой каких-то своих проектов. То есть игра принесла за 12 дней релиза 1600 евро где-то. Пример, значит, 5-6 миллионов в рублях. Ну это опять же на всю команду. Здарова, народ! С вами Гришаков. Сегодня у нас и очередное крутое интервью с ребятами из Blazing Planet Studio. Алексей и Денис. Алексей, Денис, привет! Привет! Ну смотрите, у вас выпущено 4 игры в Steam. Первая зашла очень хорошо, хорошо, да, и последняя, я смотрю, игра тоже отлично пошла и на мобилах. Вот выпустили ее там на консоли. Это все круто, да, до этого мы давайте дойдем чуть позже. Давайте начнем с того, вот как вы начинали, да, вот с чего все началось, как пришла идея пойти в геймдев. Так, ну давайте я начну тогда. Я на самом деле с детства очень много играл в разные приставки, в Dendy, в PlayStation, там Panasonic 3D у меня была. И всегда с детства хотелось сделать что-то свое. То есть еще какие-то попытки я предпринял в школе, там 3D-модельки изучал, там программирование. Потом пошел учиться на программиста. И вот все пытался, пытался сделать что-то свое, пытался сделать свой движок. У меня в принципе что-то получилось. Я сделал свой такой конструктор игр, ну чем-то подобные, как там в Morrowindy, в Oblivion были, S-construction сеты. И это в итоге стало моим дипломным проектом в универе, потому что там понравилось наработки. Но на нем я сделал небольшой прототипчик, который в принципе работал, но это было очень сложно, очень запарно, потому что это все я разрабатывал в одного. И в итоге я через время посмотрел на Unity, в котором все то же самое можно было буквально очень просто сделать. И не изобретая велосипед. Да, 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 не изобретая велосипеды, потому что там я чисто все программировал, весь движок. А тут уже движок готовый, сам конструктор, на котором уже можно было заморачиваться тем, что делать просто игру, а не делать движок. Так, ну я в принципе тоже, как и все, играл в игры. Вот, и когда я там, помню, в универе учился, посмотрел, сколько там, какие зарплаты, и мне стало интересно это все. Ну то есть сколько геймдизайнер. Да, 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 да. Не, ну я и в принципе так всегда ловил себя на мысли, что мне интересна индустрия, я там смотрю. То есть я с детства читал Агроманию, вот, и там же новости, не только там игры, там всякие Е3, вот это, всякие анонсы и так далее. То есть вот это все было интересно. Потом появился, появился YouTube, я всегда смотрел видеоманию, вот, там такие выпуски новостные, всегда это было интересно. Потом посмотрел, то есть пришел момент, когда надо было зарабатывать деньги, там универ заканчивается. Стало интересно, что, оказывается, можно еще там работать, вот, не только смотреть видоси. Там пробовали с друзьями что-то сделать, какой-то проектик, простую визуальную новеллу, но ни у кого не было опыта, и мы это забросили. Вот, то есть до какого-то момента пришлось это все отложить, вот. И прямо что-то серьезное началось, это уже когда вот мы в Академию пошли, в Академию Wargaming, вот. А, прикольно. Да-да-да, возможно, там кто-то уже рассказывал про подобное, вот, там. А в чем суть, в чем суть Академии Wargaming? Ну, там Wargaming в свое время делал такую программу, как стажировка, вот, там набирали студентов, там надо написать было... Не столько студентов, всех желающих, по сути, не набирали, проводили разные собеседования, по которым прошло... Вот, человек сорок у нас попало на первый поток, то есть, далее нас уже распределили на команды, в которых мы должны были к концу обучения, это обучение делалось полгода, сделать какой-то свой проект, свою небольшую игрушку. Ну, и вот мы вот с Лешей туда попали вместе, ну, мы не были знакомы до этого. Ну, да, там и познакомились, собственно. Мы знакомились в Академии Wargaming. Наверное, это был следующий вопрос. И вот этот проект, который вы начали делать, это и был друид, или нет? Нет, не совсем, как бы, мы были в разных командах и разрабатывали разные проекты, то есть, ну, эти проекты и так и остались, грубо говоря, в Академии, потому что, ну, дальше они не пошли. А проект друид, он был придуман мной на Ludum Dare, на джеме, в 35-м, это был апрель 16-го года. Я туда изначально пошел один, хотел попробовать себя в одиночной разработке, то есть, за два дня сделать игру в одного. То есть, я вот сделал прототип как раз игры друид, который, в принципе, был достаточно неплох, но у меня изначально не было мысли, чтобы его дорабатывать до полноценной игры. А такие мысли появились после того, как какой-то, не знаю, ну, какой-то человек в комментариях на сайте Ludum Dare сделал ссылку на Twitter, где он написал мою игру. И в Twitter он еще и оставил ссылку на какой-то сайт, где он очень большой разбор моей игры сделал, и что как ему понравилось. И вот у меня как-то это все мотивировало, что человеку так очень сильно понравилась игра, а почему бы не доработать до полноценной игры и не выпустить ее в релиз? То есть, по сути, просто положительная обратная связь от одного какого-то случайного человека тебя замотивировало? Да, 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 на самом деле, да, положительная обратная связь от одного человека, она мотивировала работать игру до полноценной, учитывая то, что, в принципе, механики, все, которые на релизе, они были уже в прототипе. То есть, осталось только нарисовать, потому что я сам программист, я не художник, рисовать я вот не умею. Ну, и написать диалоги, опять же, которые общение с животными. Я спросил у Леши, не хочет ли он помочь, он согласился, и вот мы решили вдвоем... Ну, скорее, немножко по-другому было. Вот как раз вот мы обучались в этот момент в академии, он там пришли на занятие очередное, он мне показывает такую игру свою, точнее, рассказывает. Вот, я такой, ну, прикольно, думаю. Первый раз вообще услышал про джемы, про все вот это. Вот, и потом дома уже скачал билд, поиграл, залип, и на следующее занятие я пришел, говорю ему, слушай, а ты не хочешь, типа, доделать до конца, выложить, ну, допустим, в Steam тот же, попробовать продавать это. То есть, все вот эти этапы разработки пройти от начала до конца, вот. Я предложил это Денису, такой, ну да, блин, прикольная идея. Ну, и мы стали думать, как этого, художника искать. То есть, мы где-то сам целый месяц искали художника. Мы за полтора или два искали художника, по-моему. У нас было несколько, ну, круглое желающих, которые очень быстро отваливались. Поэтому вот... Ну, и нам не нравилось как... За один день искали художника или... Энтузиазме, потому что у нас, как бы, свободных финансов не было, поэтому... Ну, мы за процент, опять же, за... ну, будущее, как и многие энтузиасты работают. Поэтому мы также искали энтузиазме. Вот. Потеряли, ну, где-то месяца, полтора или два на этом всем. В итоге Леша решил сам нарисовать. Ну, у него в том стиле, в котором сделана игра, достаточно хорошо получилось. Ну, да, мы стали искать. Было сильное желание именно вот что-то вот сделать до конца. То есть, не забросить. Потому что у меня, я говорю, у меня уже был тогда на тот момент заброшенный проект. Как-то это не очень хорошо. У меня такая есть привычка заканчивать, что-то начатое. Вот. И я решил сам рисовать. Потому что, ну, вот реально, мы там трёх человек, по-моему, нашли, которые готовы были рисовать, нам не понравилось. А время шло, шло, шло. То есть, как бы, надо было что-то делать. Вот. Я подумал, в принципе, я сам могу. Нет, нет, могу. Вот. Вот так вот. Сколько по времени у вас заняло создание, получается, всего? С учётом поиска художника? Ну, вот в апреле я разработал прототип. Выпустили мы её в январе следующего года. То есть, по сути, где-то полгода. Ну, да, чуть не совсем, получается, в сумме заняла разработка вся. Опять же, это, ну, и разработка игры, и поиск художника, и потом разбирание, ну, разбирание стима, как там добавлять проект, как там то, сё. Как бы, вот это, ну, всё. Это ещё, это ещё был Greenlight, да. То есть, ещё пройти Greenlight надо было, соответственно. Потом разобрали. Вы добавили игру, без проблем прошли Greenlight или какие-то были эти заморочки? Да нет, я не помню, сколько на месяц, наверное, лежало, или полтора месяца. То есть, на Greenlight игра прошла. Мы даже удивились. Всё нормально было. Так, как вы устанавливали цену? Потому что игра достаточно дёшево стоит. Мы боялись поставить очень большую цену для, ну, по сути, небольшой игры. Ну, боялись, что это отпугнёт покупателей. И у нас вообще никто её не купит, потому что посмотрят, игра вроде как проходится, ну, сколько она, часа за два? То есть, игроками проходится. А если она будет высокой, то, ну, боялись, что отпугнёт покупателей в этом плане. У меня получается, она 2 евро стоит, но это кипрский, да, у меня сейчас этот VPN. А в России сколько она стоит в рублях? 60 рублей. 60 рублей. Вот, 186 отзывов, да, получилось за всё время. Ну, по сути, за 5 лет. Как вы чувствовали себя на запуске? Ну, то есть, сразу попёрли продажи, и вы такие подумали, о, клёво. Не зря, не зря парились. Ну, как сказать, ну, на запуске мы почувствовали какое-то удовлетворение от того, что у нас уже есть хотя бы одна завершённая игра. То есть, ну, для нас это уже был вполне успех, что первый завершённый проект, который мы выложили продажи. Ну, нас сразу же демотивировали первые негативные отзывы из-за косяков, которые были в игре. Ну, там были всё-таки косячки в некоторых местах, в основном связанные с английским языком. Где-то звуки слишком громкие, резко были. Ну, мы их сразу же старались исправлять в первые же дни, и всё, чтобы было поправлено. Чуть-чуть, чуть-чуть про деньги. Давайте поговорим, ну, насколько игра успешна, сколько она выручка принесла. Так, у нас есть цифры по продажам, получается. За первый месяц игра продалась в 64 копии. То есть, это вообще, можно сказать, ни о чём. За год первый 190 копий. Ну, а за всё время, получается, за 5 лет 53 тысячи копий. Но это в основном потому, что она уже продавалась, ну, долгое время, с максимальной скидкой. То есть, за счёт скидки просто большие такие продажи. То есть, по деньгам я не скажу, что она прямо очень много нам принесла. 8 тысяч. Нет, даже если гросс, это 10 тысяч. В смысле, с гроссом, да, всё время. 10 тысяч. Здесь всяких вычетов. Но, если посмотреть на первый год продаж, то, по сути, игра была не, ну, прям максимально неуспешной, да. Потому что, что там, 200 продаж по 60-2 евро. Вот, то есть, незначительно. Откуда у вас появилась мотивация сделать следующую игру? Мы хотели расти над собой, то есть, попытаться сделать новый проект. Понятно, что не все проекты могут быть успешны. Опять же, мы набили на этом какие-то шишки, то есть, поняли, как лучше делать, что лучше делать. Потому что для Труида мы, по-моему, за день до релиза, или когда там мы страницу за неделю до релиза в стиме выпустили, что не надо так делать. Выпустили все возможные ошибки. Да. То есть, ну, над следующим проектом мы хотели уже, ну, понимали, как лучше делать, когда там заранее, там, и страничку в стиме, и набирать виш-листы, и о проекте там начинать писать. Ну, вот, хотели всё это исправить. Ну, да, и мы понимали, что даже если такая игра продаётся, которую я там на коленке нарисовал, звуки там на фри-саунде нашли за день до релиза, если даже такая игра продаётся, то есть, она там приносила, там, да, по, мало там, тысячу рублей в месяц нам обоим принести, каждому по тысяче. Так смешные деньги, но она приносила, то есть, вообще без маркетинга, без всего. Да, хотя бы какой-то доход как бы уже сторонний. Да, и была мысль, что если сделать хорошо, если сделать лучше, гораздо более качественный продукт, то он будет, соответственно, лучше продаваться, вот. Ну, и, соответственно, мы там продолжали ходить на джемы, вот, и у нас уже была, даже до релиза друиды уже была идея следующей игры, то есть, мы ещё не зарелизили друиды, но мы там сходили на джем, сделали прототипчик, и нам хотелось его уже продолжать, вот. Я правильно понял, что прототип, который вы сделали, да, он занял третье место на Хакатоне, и это и стало следующей игрой, которая называется Лантерниум. Да, всё верно. И мы ещё с этой игрой успели как раз в Greenlight опять попасть, в последний вагон, грубо говоря, запрыгнули, потому что как раз весной 17-го года уже написали, ну, Steam написал, что Greenlight не закрывают. Мы сразу же подали игру на Greenlight, в том стиле, в том стиле, в котором она ещё была, то есть, прототипом, и успели пройти Greenlight, и успели, ну, и оформили страничку в стиме заранее. Ну, и начали разрабатывать эту игру. Разработка велась примерно год, да, я смотрю, 22-го апреля она вышла. Два года. Вы дорабатывали? А, два года, нифига. В 17-м году мы начали, получается, в 19-м году, ну, 22-го апреля 19-го года она вышла. Ну, вот смотрите, давайте, объясните мне, то есть, в вас первая игра не зашла, ну, то есть, денег она сильно не приносила, как вы два года делали следующую игру, на что вы жили? Работали, в свободное время разрабатывали проект. А где работали? Вот, после релиза первого проекта, мне хорошо повезло, и я попал в геймдфирму, где разрабатывал мобильные браузерные стратегии, и это мне дало дополнительный опыт, как бы, в разработке, то есть, в оптимизации проектов. Так, что, ну, что я первым, в разработке друида я много таких косяков допускал, а теперь я понимаю уже, как это все лучше исправлять. То есть, я, так, я в тот момент работал, ну, я всегда почти работал репетитором по математике, вот, я ушел только буквально, может, год назад, сейчас больше не преподаю. Плюс я еще работал параллельно в офисе, вот, и еще, то есть, в свободное время чисто разрабатывали. То есть, игры, да, ничего не приносили прям очень долго. Вот, таким образом. Ну, хорошо. То есть, поэтому два года у вас заняла разработка, или, ну, какая-то еще причина была? Нет. Нет. Нет, на самом деле, разработка заняла больше времени из-за того, что мы такое решение приняли делать ее в 3D, вот. У нас появился еще один человек в команде, 3D-шник. То есть, и сперва я думал, что я сам это опять нарисую. Ну, мы хотели изначально, все персонажи у нас будут двухмерные, а вот кубики, по которым мы ходим, они трехмерные, то есть, и стиль достаточно простой. Ну, потом в нашу команду, как Леша сказал, добавился 3D-моделлер, который нам решил полностью отмоделить всю игру, ну, и визуально она стала гораздо приятнее смотреться из-за этого. Ну, вот это заняло два года. Ну, да, по сути, мы все ждали, на самом деле, вот этот контент 3D с анимациями и так далее. Там еще зачем-то стали делать CGI-ролики. Да, два ролика сделали финальные. Из-за них очень сильно стопорнули. Масштабно, короче, пытались зайти CGI-ролики, все в 3D. За пенсис она собрала чуть больше, чем Друид, всего 104 копии, а за год 329. Ну, тем не менее, в полтора раза больше, чем Друид за первый год, да? Тут 190, это 329, плюс 8 евро она уже стоила. Да, она, цену у нее уже гораздо дороже была. Ну, мы решили поставить побольше, потому что это, во-первых, игра в 3D, то есть она нам оказалась такой достаточно интересной, то есть более большой, как в этом плане. То есть мы поставили цену побольше. Она и проходится, если весь контент проходить, то там часов на 15-20. Ну, да. Ну, это головоломка, опять же, то есть на любителя, не всем, ну, все-таки нравятся головоломки, тут свой жанр. Да, она 3D, там контента много, там и музыку мы покупали уже. Да, она саунд-дизайнер писал на аутсорсе музыку для нее. Мы даже озвучку покупали, английскую. Озвучку, да. 4 персонажа на сумке. Озвучку денег вложили всего, получается, в игру. Ну, не считая, понятно, своих трудозатрат. Ну, около, может, там 80-100 тысяч. Ну, да, где-то до 100 где-то. Но она окупилась или не особо? Ну, эти деньги она окупила, да. Да, вполне. Вот. Окей. То есть, короче, вы опять-таки работали, зарабатывали деньги, вкладывали их там в свое время лично. Вот. И игра, ну, опять не особо пошла. Да, вот опять, откуда у вас была мотивация, чтобы следующую игру делать? То есть, короче, вроде не получается, да? В чем мотивация делать дальше? Мотивация в том, наверное, для меня лично, что мне хотелось, в принципе, заниматься разработкой каких-то своих проектов. То есть, это как, не знаю, дело такое, грубо говоря, это мое хобби, которое превратилось в работу. Или, наоборот, работа, которая превратилась в хобби. То есть, ну, я, мы закончили этот проект, немножко решили передохнуть от, ну, работы, потому что мы устали за два года разработки. То есть, ну, соответственно, думать что-то другое. Леша, например, разрабатывал там сторонний проект, свою небольшую мобильную игру. Ну, да, я там решил, что-то у меня была идея, хотел вообще один попробовать. Делать мобилку, поделал мобилку, вот, доделал и выпустил. Не особо понравилось одному работать. Бесплатную или премиум-версию? Да, не, бесплатную, да. Я понял, что там нужно именно разбираться очень сильно в рекламе, нужен какой-то специалист или издатель мобильный. Я даже искал в своё время мобильного издателя, вот, понял, что там нужно, ну, вливать трафик, там, делать какую-то воронку, там, всё использовать. Короче, много там нюансов, вот. И, ну, мне попутно не очень нравилось, что там вот всё надо вот в мобильной игре. Ну, у меня было такое мнение, что всё подстраивать про то, что монетизацию сразу, до ещё начала разработки, продумывать модель монетизации очень хорошо и уже разрабатывать с учётом этого всего. То есть особая специфика, там, мобильного рынка, вот. Ну, я, тем не менее, сделал, выложил, успокоился. А Денис в это время делал свою игру. Которая называется CyberHive, да? Да, 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 это вот проект, который, ну, мне хотелось тоже попробовать свои силы, ну, отдельно в разработке. То есть я изначально придумал прототип, то есть мне хотелось сделать какую-то игру с менеджментом ресурсов. Поэтому... Это что-то вроде PTL с аниме-девочками? Ну, типа того, да, ну, наверное, в более простом плане всё-таки игра получилась. Да, то есть я под неё, у меня работа, ну, собирал уже отдельную команду, то есть у меня было прямо много художников, там, сколько там, человек шесть, наверное, аниме-девочек мне. Половину отрисовала японская художница, оставшуюся половину мне белорусская художница отрисовала, потому что японская уже не художница, не девочка. Она устроилась на работу, у неё не было времени на этот проект, там, мне, там, знакомый сценарист тоже весь сценарий написал для игры. То есть мне хотелось сделать игру в менеджмент ресурс, причём не затягивать разработку, скажем так. То есть я хотел примерно за год вот игру сделать от начала до релиза. По факту вышло год и два месяца, то есть, ну, сроки, по сути, уложился. То есть по факту, получается, Алексей вообще не участвовал в этой разработке? Он помогал в тестировании, помогал, ну, иногда идеями какими-то. Ну да, то есть... То есть я ему показывал проект, он говорит, а можешь здесь что-то добавить, здесь что-то, ну... Ну да, такой фидбэк. Да, фидбэк именно в процессе разработки. Нет, тестирование, да, на помогание было. Ну, прям непосредственно не принимал участие. Ну, год-два месяца в целом, мне кажется, ну, это супер так сжато, да, для Steam проекта. Круто. И когда запустился, то есть пытался как-то... То есть почему этот проект должен был полететь лучше, чем предыдущие два? То есть какие-то... Какую работу надо ошибками-то сделать? Ну, начал собирать больше фидбэка, наверное, все-таки на конференциях, опять же. Ну, с лантерниумом тоже собирали, но... Многие представляли лантерниум, то есть многие говорили, что это... Она очень классная, пойдет как мобильная игра именно. Вот, енотик ходит по кубикам, как бы, до мобилки она якобы будет топ. Ну, вот она пока, она не пошла. А здесь я рассчитывал на то, что... Как бы на любителей всяких менеджментов ресурсов, плюс, ну, вот визуально, то, что на оформлено, всякие аниме девочки. Возможно, это как раз сыграло не совсем хорошую роль, потому что люди, может быть, ожидали одно, одного от игры. По факту, там было менеджменты ресурсов, то есть играть в циферки. Оказалось сложнее. Да. Как бы, ну, пытался сделать именно, опять же, игру, которую я бы сам хотел играть. То есть я, когда я придумываю проект, я не смотрю, вот, например, ага, что сейчас там в тренде, что там сейчас хайпово. Я смотрю на то, что вот мне интересно это. Но я хотел бы сделать, например, игру такого же плана, только лучше, чтобы что-то свое там добавить. Вот как бы я так пытаюсь разрабатывать. Вот у меня, извини, чуть-чуть добавлю. У меня со своей игрой та же тема, что вот я хотел мобильную игру сделать, потому что я хотел именно такую сделать игру. У меня была мысль, вот, я думаю, это будет классно. Оказалось, вообще не так. Но я сделал в итоге то, что мне нравится, да. И, то есть, вот, именно такое, да, желание не за какими-то трендами уследить, а вот просто хочется сделать так. Вот, и ты делаешь. Вот, то есть то, что у Дениса с пчелами, он хотел менеджмент. Я хотел физическую головоломку а-ля такой игры, такой на мобилках была очень давно, Gravity Defined, по-моему, называется, где ты на мотоцикле сбоку катаешься. Вот, я хотел тоже такой с физикой, что-то основанное на физике, интересную головоломочку. Вот, то есть у нас мы вот такие выбрали проекты, которые нам интересны. Мы не ориентировались никогда на что-то, что в трене. Ну, мы, кстати, часто говорим на канале, что выбор ниши – это супер важно, а вы, наоборот, получается, против ниш, да, против выбора. Вы пытались свое что-то найти. Бьем на угар, так сказать. Давайте коротко подведем итоги у этого проекта CyberFive. Hive, сколько денег вложили, все-таки 6 художников, да, там, ну, серьезный уровень графики, и получилось ли отбить? Ну, денег, я думаю, где-то тоже около 100 я вложил, ну, рублей. Ну, эти деньги вполне отбились у меня, то есть за месяц игра продалась, конечно, не особо, там, ну, 30-50 копий, но больше, опять же, чем предыдущие, то есть, мы все-таки растем в цифрах, за год, там, 1100 копий. А сейчас всего сколько она продалась? На Steam'е 2000 копий, получается, на Switch'е я не могу сейчас сказать, и еще в июне этого года игра вышла на PlayStation на Xbox'е, то есть мы с издателем вышли на нее. Ну, там нормальная касса получилась? Примерно по деньгам сколько получилось собрать еще? Ну, у нас только, так как она в июне, это, она в середине июне вышла, и, получается, мы как раз, это был второй квартал, за который у нас есть цифры, то есть игра принесла за 12 дней релиза 1600 евро где-то. Ммм, понял. Короче, 2000 копий продали за это время, плюс запустили с издателем, да, там, видимо, 50 на 50, наверное, да? Да-да-да, ну, на PlayStation'е Xbox'е, да, на Switch'е у нас там тоже другой издатель был, там другие немножко условия, там она тоже неплохо, она запустилась когда? В прошлом году, и достаточно неплохо продается, ну, лучше, чем в Steam'е, во всяком случае. Ну, то есть, по сути, даже с учетом того, что игра не супер прям успешная, из-за того, что вы на несколько платформ пошли, получается собрать, ну, неплохую кассу, да, которая окупает и там денежки дополнительно приносит? Да, то есть она, в принципе, достаточно неплохо приносит нам денег, то есть на которые... Расскажи еще, Денис, поподробнее, то есть вот с издателем, который 50 на 50, я так понимаю, ты ему просто отдаешь исходник, и он самостоятельно портирует, да, в течение длительного времени? Да, 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 да. Ну, у нас было, на самом деле... Ты самостоятельно делаешь порт? Я сам портировал, да, на Switch, ну, вот, мы тогда портировали одновременно, ну, следующий наш проект, там, Choice of Life и CyberHive. Я первый раз как раз разбирался со Switch'ом, больше времени заняло на CyberHive, наверное, то, что пришлось интерфейсы все переделывать, то есть именно уменьшать под... Не совсем, не то, что под Switch, а под мелкие экраны, то есть под мобильные экраны даже. То есть я делаю и мобильную версию, и версию для Switch'а, ну, уменьшая все интерфейсы, это за него вот, месяца полтора, наверное, у меня. Ну, оно того стоило, я так понимаю. Да, это как бы, во-первых, это неплохой опыт, ну, разбираться в портировании проекта, во-вторых, как бы, то есть классно, когда все-таки, ну, классное понимание то, что твой проект еще и на каких-то консолях есть. Ну, да, это клево. Короче, у вас такое, это, получается, по шагам вышли, да, там первое, первый проект, там ни шатка, ни валка запустился, второй, чуть-чуть получше, но тоже не очень, третий проект уже получше, вот, и потом вы сделали Choice of Life Middle Ages, да, это такая красивая игра, где, по сути, ну, как это называется, не знаю, типа стори-тейлинг идет, да, и у тебя всегда есть два выбора. Расскажите про игру чуть-чуть, как вообще так получилось, что вы обратно собрались и начали делать новую игру, почему не по отдельности? Во-первых, у нас разработка Choice of Life и CyberHive, она шла параллельно, то есть, ну, я параллельно делал и вот CyberHive игру и Choice of Life, причем Choice of Life игра была придумана на джеме, это было в октябре 2019 года, тоже на Людуме, в Питере у нас на площадке, площадке индикатор проходил Людум, тема которого была перерождение, и вот мы с ребятами, то есть, думали, какую игру сделать, придумали, а давайте сделаем карточную игру, и потом мысли, карточную игру наподобие что-то Reigns, только с постоянным перерождением, но, в отличие от Reigns, у нас игра чисто сюжетная, В Reigns просто карточки всегда рандомно выдаются, там она одна карточка, грубо говоря, которая влево-право-высовая, а у нас вот две карточки, у нас больше бор на историю и на визуал Это мы уже потом так сформулировали, в чем отличие, а на джеме мы просто такие, хотим сделать типа Reigns Ну да, на джеме именно что-то наподобие Reigns, только, ну, пускай у нас будет не одна, а две карточки на выбор, как бы, и мы постоянно получаем какой-то результат, то есть, нажимая на карточку, и она ведет, опять же, по своему пути Что мы, в принципе, ну, и реализовали Тут важно еще раз сейчас добавлю, что на джеме меня не было, я был в этот момент в Турции На джеме был Денис, и там с другой командой, с другими людьми, там четыре человека, по-моему Да, у нас было четыре человека, причем это все случайные люди, я туда пришел на джем один, там ребятам нужна была команда какая-то, вот мы объединились, и вот придумали эту игру Там был Данил, сценарист, там Дина, художница, еще одна там девочка-художница была После... Ребят продолжили делать игру после? Вот, мы в итоге после того, как на джеме придумали игру, хотели продолжить разработку Но через месяц где-то Данил отвалился, и вот мы остались вдвоем с художницей И вот я спросил у Леши, не хочет ли он нам помочь в разработке, ну, придумаем сценарий для игры Он согласился, и вот мы начали работать над проектом в мире Да, еще тут тоже такой момент, что я еще был в Турции, и там был постик про игру, то, что они сделали А я такой смотрю в отеле, думаю, вау, классная игра, красивая Вот, потом приехал уже, тогда встретились с Денисом, и у меня уже, в принципе, было такое Мы же немножко пообщались, он сказал, что у них там, они хотят делать игру, но нету геймдизайнера, нету сценариста Я такой, а я как раз знаю одного геймдизайнера и сценариста Ну вот, ну я так, бросил, типа, без особых надежд И на следующий день там Денис с утра звонит, ну, типа, ну, что, будешь делать? Ну, и так как-то пошло-поехало То есть, если чуть-чуть режимировать, да, вот как вы к этому пришли Вы там целенаправленно делали игрушки, да, даже несмотря на то, что не особо они продавались То есть, работали и свободное время вкладывали в игрушки А второе, регулярно участвовали в джемах, да, ну, то есть, Денис, получается, ты постоянно ходил по джемам Почему вот у тебя было такое желание? Это какое-то целенаправленное было у тебя там направление? Собрать команду, найти талантливых чуваков? Ну, я не скажу, что я прямо целенаправленно ходил по джемам Я ходил по джемам в основном тогда, когда, ну, мы либо заканчивали проект Либо вот проект уже закончен был и нужна была идея для нового проекта Просто когда я вот разрабатывал, ну, CyberHive, я понимаю, что у меня, в принципе, есть время, как бы Ну, и почему бы не сходить на джем, там, развеяться, грубо говоря Потому что я, может, хожу раз в год или раз в два года, наверное, на джемы Просто так получается, что вот, ну, с трех джемов у меня три проекта, как бы Ну, мы довели до релиза Да, просто так получилось, да, вот, что с трех джемов три проекта придуманы и были доведены до релиза Ну, были, конечно, еще джемы, которые мы там и вместе с Лешей ходили По отдельности, но там проекты как-то нам не особо нравились То есть они где-то заброшенные оказались По факту, что у вас здесь в этом проекте? У вас выбранная ниша, да, то есть была популярная игра, под которую вы, по сути, как сказать, мимикрировали, короче, да, отчасти То есть вы взяли механику А второе на джеме вы нашли талантливого художника, я так понимаю, да То есть вот это, это все графика Диана нарисовала? Дина Да, она нарисовала одна полностью весь проект Как бы, ну, тут, получается, упор проекта в том, что красивая графика и классный сценарий То есть в основном проект берет именно этим У нас недавно, кстати, было этот, Сир Брент Про нее у нас тоже интервью было И там тоже, кстати, на сценарии упор И у вас на сценарии, да? Да, я знаю этих ребят, это мои знакомые Ее разрабатывали Многие, на самом деле, у нас даже в отзывах писали Типа, о, игра там сильно похожа на Сиро Бранте Хотя наша игра вышла на полгода раньше даже от него И мы вот Сиро Бранте до релиза даже не видели Почему, ну, игра выглядит клево, да? Наверняка вы фидбэк получали позитивный от народа Почему вы релизили самостоятельно? Почему не как Сир Бранте не пытались найти какого-то издателя Который вам мог денег там подкинуть? Игру больше сделали бы? Не знаю Смотри, во-первых, мы ее разрабатывали Сейчас скажу Там, по-моему, уже началась пандемия А, нет В середине, да, она под конец уже началась В смысле, она в конце марта у нас пошла Мы начали разрабатывать это в феврале, по-моему А, да-да-да-да-да Ну, во-первых Ну, мы вообще не планировали этот проект делать каким-то большим изначально Мы хотели сделать его, ну, такой Сейчас на два геймплея, вот Потому что, во-первых, мы не знали, стрельнет это или нет Вот Я специально задумывал историю, чтобы она была, ну, не супер длинной Вот, несколько разветвлений, там, три ветки, вот Делали прям очень на расслабоне То есть я писал прям очень вяло сценарий Так, я же параллельно На самом деле параллельно я еще свой мобильный проект заканчивал Денис свой киберхайв заканчивал А мы еще параллельно думали еще Да, еще параллельно еще один проект Мы там начинали делать, который сейчас заморожен И вряд ли Который вряд ли, да Разморозится То есть, да, параллельно там три было проекта И Чойсы там, да, один из них был Все очень медленно делали Мы как-то на него больших ставок не делали Ну, старались Но не то, чтобы мы там прям все в него вкладывали Все, что можно Вот Я сейчас понимаю, что такой сценарий Я бы мог написать там, ну, за месяц, за три Если плотно бы сел Два-три месяца, вот так вот Вот Там плюс еще художница тоже в свободном режиме так рисовала Там есть вдохновение, нет вдохновения И сколько мы работали с... Время заняло всего, получается, с начала разработки Ну, где-то месяцев десять, наверное Наверное Около того То есть, мы придумали ее в октябре, грубо говоря, на джеме Где-то в январе-феврале начали разрабатывать И в начале ноября выпустили Клево Когда вы выпустили, ну, точнее, когда вы поняли, что, ну, игра клевая, да, игра клевая, игра зашла Это в момент релиза или там еще какие-то были точки интереса? Ну, я думаю, где-то через неделю после релиза минимум мы поняли, что игра очень хорошо зашла То есть, что она прямо очень хорошо начала продаваться Потому что, ну, в первый день она продалась в 178 копий за день Хотя другие игры за месяц приносили где-то около сотки А за одну первую неделю уже полторы тысячи копий было продано игры То есть, мы видим, что игра реально людям нравится И она прямо успешна в этом плане И она опять недорогая, да? А 4 евро, это в России где-то там 120 рублей, наверное, да, она стоит? Да, 129 рублей То есть, ну, мы опять же посмотрели, сколько Reigns тот же стоит Он чуть дороже там был, если я не ошибаюсь Поэтому мы, ну, игра у нас так небольшая Мы думали, ну, подешевле сделаем там Тоже боялись, опять же, завышать цену Проходится еще быстрее, чем наша первая игра Так, она проходится, грубо говоря, за одно прохождение А то прохождение занимает минут сорок, наверное, ну, от силы Ну, если быстро читаешь, да, быстро принимаешь решение То можно минут за сорок Да, но за это время мы только половину всего контента увидим То есть, можно пройти игру еще раз И увидеть абсолютно другую часть истории То есть, за то же самое время Да, то есть, на весь контент часа три, наверное А сколько она продалась за месяц? И за год, и за все время Давайте примерно это поймем, масштабы Получается, за месяц почти три тысячи копий продалось За год двадцать одна тысяча копий И за все время тридцать одна тысяча копий Это только в стиме Так, я знаю, что игра очень хорошо зашла на мобилах Да, там что-то более пятидесяти тысяч, по-моему, у вас продаж было Ну, когда я проверял последний раз Расскажите Этапы, куда вы еще выпускали и какие результаты были? Ну, мы, получается, через три недели после релиза на стиме Мы вышли на мобилках На Гугле, на Эппле И там внезапно Причем мы тогда выпускали ее Ну, как Выкладываем игру Думаем, ну, будет продаваться хорошо То есть, потому что мы в маркетинг мобильный вообще никак не умеем То есть, и опять же, слышали, что платные игры там не особо заходят То есть, она внезапно, ее люди начали покупать То есть, покупать достаточно хорошо Вот потом Плюс начали на релизе, опять же, всякие Там, летсплееры, стримеры Как бы, игру стримить Что тоже принесло дополнительный буст продаж И на мобилках в том числе И мы решили подать игру в Google Play Pass И Google нам ответил Они решили взять игру в Play Pass То есть, она вышла, получается, в январе прошлого года в Play Pass И оттуда, нет, в этого года В январе этого года в Play Pass И оттуда тоже начали как раз хорошо эти деньги Хорошо, как бы, народ скачивать начал Это почти через год уже после релиза Да-да-да Ну, потому что поздно решили Через год после релиза, получается, в Play Pass Ну, и то, потому что нам, друзья, такие говорят Просто, там просто заявку надо кинуть на Google Play Pass Там ничего сложного нету Вот, я еще долго ледился Ну, да, мы сначала, получается, че, все, в Live кинули заявку Потом оставшиеся игры тоже кинули После того, как мы уже прошли После того, как мы... Да, мобилы, че было дальше? Какая следующая площадка? Switch Мы в конце января прошлого года выпустили игру на Switch Опять же, со своим издателем С которыми CyberHive выпускали Вот, портирование игры у меня заняло буквально полтора дня Потому что, там, я разбирался с сохранением игры В основном Игра, ну, в плане механика, она очень простая Интерфейсики простые, поэтому сложности никаких не возникло С портированием этого всего Зашла она на Switch Да, тоже она неплохо продается Как бы, получается, за год где-то Ну, 15 тысяч копий на Switch И с теми же издателями, которые вот CyberHive выпустили летом этого года Они в середине февраля и Choice of Life выпустили На PlayStation и Xbox И там вот Сколько нам за два квартала получается игра? Шесть Ну, около 8 тысяч евро получается Восьми тысяч евро, да? Угу Так, хорошо Если резюмировать примерно, да Вот за все время сколько игра принесла выручки? Со всех площадок? Сум 5-6, да Пять-6? Ну, ну, например, значит, 5-6 миллионов метров в рублях То есть, ну, это опять же на всю команду, на нашу, как бы, разделяется Она до сих пор стабильно приносит деньги, да И на эти деньги можно дальше что-то делать Да, потому что после релиза этого проекта Вот буквально через месяц, как бы, я, ну, понял, что этот проект прямо успешный И мне хотелось полностью все время начать, ну, свои проекты разрабатывать Плюс заниматься портированием проектов на другие платформы Поэтому я ушел с работы И вот уже полтора года, как бы, работаю Ну, почти два года уже работаю чисто над своими проектами Как, в принципе, и Леша То есть, мы вместе вот занимаемся разработкой второй части сейчас Уже два года почти То есть, мы на эти деньги живем прямо Который с проекта А Дина тоже у вас... Ну, кто у вас в команде сейчас? Расскажи Так, ну, скажи Ну, смотри, сейчас основной, как бы, костяк это я, Денис и Дина Вот Тот же костяк, что и первую часть сделал Но, поскольку тут проект более большой У Дины уже появилась помощница художницы Вот, часть работы она деливирует У меня тоже появился помощник, сценарист Вот, которому я тоже делегирую задачи У Денису, в принципе, ему не нужен помощник Да, он сам один пока работает Ну, потому что игра в плане механика, она не особо сложная Да Да, вот Потом, что у нас еще? Ну, музыку мы на аутсорсе покупаем В треке у нас музыканты есть Потом, что еще? Ну, сейчас редактуры очень много У нас еще помогают с редактурой Вот, комьюнити менеджер появился То есть потихоньку На постоянке у нас работает? Ну да, там нам надо следить за соцсетями Вот мы сами просто, на самом деле, вот наша такая проблемка И что мы лениво все это очень делаем Да и не умеем это делать, на самом деле Потому что это надо, ну, просто знать, как заниматься Прямо и соцсетями, и всем А сколько, сколько в месяц стоит комьюнити менеджер? Сколько вы платите? Я снизу лет Мы не знаем, кто он, поэтому вряд ли кто-то узнает об этом СММ? Ну, там у нас, на самом деле, сложно все закручено Потому что мы многие еще задачки там дополнительные поручаем Соответственно, где-то можем побольше платить Где-то поменьше В среднем 10к Ну понял, то есть человек по совместительству там работает? Да, 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 да Окей, просто мне тоже нужен Ну вот я знаю, что в среднем они 10к Ну там по-разному бывает Они же могут несколько вести групп и так далее Ну и на отзывы, да, отвечают, на комментарии Да, да, да Да, то есть что-то вот Потому что, ну, реально сложно все успеть Ну, действительно понимаешь, что надо много делегировать Иначе все задачи будешь плохо выполнять Лучше сфокусироваться на своем Другое отдать кому-то Прежде чем поговорим про вторую часть Давайте еще быстренько разберем У вас есть наборы саундтрека Да, и у вас есть DLC, который называется Wallpapers Что-то из этого Ну, какую долю выручки принесли вот эти вот два DLC мосюсеньких Просто, ну, целесообразность, да Хочется понять, есть ли целесообразность Вот выделение этого всего в отдельной DLC И потом продажа как базла Так, ну, получается, вот Wallpapers За все время продались где-то 700 копий И принесли вместе с Гроссом где-то 300 долларов То есть, а саундтрек получается чуть больше, чем 2000 копий За все время была куплена Ну, и около 1000 долларов он принес нам Ну, то есть, 2300, да, бонусом Ну, условно Это выручка за вычетом уже комиссии Steam Нет, это еще до вычета Да, да, да Ну, можно сказать, что это почти процентов 10 Да, то есть 7-10% Выпускать такие, как бы, дополнения не особо напряжные Опять же, кто хочет, например, поддержать разработчиков Потому что, ну, цена не особо большая игры То есть, они могут купить такие дополнения Как бы, ну, нас это дополнительно тоже мотивирует А вот не было смысла добавить еще, например, какое-то расширение Да, там какой-то еще дополнительный DLC С каким-то сторителлингом Где было бы новые карточки И там небольшие ответвления, например, добавлены Чтобы еще играбельность повысить И продажа основного продукта Не рассматривали такое? Ну, мы смотрим И сейчас для второй, может быть, что-то подобное делаем Для первой там была такая цельно завершенная история Там как бы даже не было каких-то заготовок, чтобы сделать DLC В второй части мы чуть немножко так стратегически пошли Придумали заготовочку для DLC Если хорошо пойдет, то можно и DLC выпустить Вот Там отдельные истории про разные персонажи, которые встречаются на сюжете Для первой у меня была мысль сделать еще дополнение Но потом мы все-таки решили, что лучше полноценную часть сделать Вторую, чем делал сидеть Вот Так, давайте теперь про следующую, получается, игру Ну, вторую часть Чейзов Лайд Медалл Эйчс 2 Что, в чем она будет отличаться? То есть, по факту, больше, сильнее, мощнее, да? Примерно то же самое? Ну, в плане событий игра где-то примерно 8 раз больше, чем первая часть То есть, в плане наполнения Плюс, ну, мы добавили новые всякие фичи Например, теперь у нас могут быть не две карточки, максимально ау-3 Добавили там иконки персонажей, которые, ну, говорят То есть, раньше это все было в тексте прописано, что за персонаж А теперь, по-моему, иконка его Добавили книгу, в которой есть, опять же, все описания персонажей Все описания предметов, там, навыков, титулов То есть, не просто название, а уже какое-то описание, там, смешное Для этого всего И мы еще, самое главное отличие Это интерактивная карта, по которой мы можем двигаться теперь Если в первой части у нас была игра разбита на главы И, ну, грубо говоря, это карта, на которой каждый флаг обозначал отдельную главу Здесь игра... Причем независимая другая Да, 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 независимая А здесь игра более полноценна То есть, когда мы играем, то есть, мы можем в процессе игры сохраняться и загружаться И у нас нет теперь, как бы, как флага, как отдельная глава То есть, если мы флаг прошли, все, он закрывается И у нас открываются какие-то новые на карте И поэтому мы сами выбираем, куда пойти То есть, пойти в лес, например, или в деревню Или еще куда, там, на поля Где-то могут с нами какие-то события различные случиться Есть теперь у нас как основные сюжетные флаги Так и дополнительные, там, сайт-квесты Которые теоретически могут и тоже на прохождение повлиять То есть, у нас стала, ну, говорю, игра в этом плане более полноценна И любой наш выбор, он как-то может отразиться на будущем Ну, в будущем прохождении То есть, спасли мы, например, в начале человека А он в конце нам взял помог То есть, внезапно То есть, мы его встретили Что такое И из-за этого у нас... Так как получается у вас больше истории Да, больше вариантов развития событий Вот Больше вариативность получается Ну, и в целом, я так понимаю, больше геймплея, да? Да В первой части вот многим не нравилось то, что По сути вариативность, она дается только в последней главе То есть, как мы закончим игру Здесь вариативность мы в процессе истории выстраиваем сами И примерно вот, грубо говоря, серийной игры У нас половина финалов уже закрывается То есть, которые нам доступны Потому что мы какие-то действия уже завершили К тем или иным финалам Прикольно Клево 30 сентября она выходит То есть, по сути, у нас это сейчас видео выйдет в четверг Да, она выходит в пятницу Угу Наверное Слушайте, желаю вам успешного релиза Игра выглядит реально очень бодро Сколько она будет стоить? Она будет стоить чуть дороже, чем первая часть В долларах это получается 7 долларов А в рублях 170, по-моему, рублей Или 180 Угу Ну, максимально адекватно, тем не менее, да? Ну да, да, да То есть, мы прямо не завершаем Потому что, во-первых, игра зашла Как бы мы внезапно цену там в 2-3 раза повысили Нет Мы чуть больше сделали цену Просто потому, что Как бы игра больше и больше контента Ну, больше сил в нее вложено Угу Слушайте, но Еще У вас еще один проект разрабатывается То есть, вот Choice of Life New Centurion Да, это игра совсем в другом сеттинге Что-то такое Что-то вроде киберпанка даже, да, наверное Расскажите тоже про нее Ну да, недалекое будущее Это действие происходит в Санкт-Петербурге Там Через несколько лет Вот Там Игра сделана по комиксу То есть, уже написан комикс Мы сделали такой определенный коллаб С создателями этого комикса Соответственно Это они и предложили эту идею Я подумал Хорошая идея Там хороший художник Классно рисует Мне понравилось Вот И Решили сделать, в принципе, то же самое Ну, практически то же самое По механикам Но в другом сеттинге Вот С другим Даже Другой возрастной рейтинг То есть, она такая Будет более для взрослых Там будет, как бы Примерно 18 плюс То есть, вот так вот Там Такой Мрачная история Такая Детективная Вот Что-то типа На Max Payne Похоже Напоминает Вот По Атмосфере Вот В принципе Почему бы не попробовать Решили Вот она сейчас пока что Разрабатывается Но Еще пока не скоро Вы нашли Вот какую-то механику Которая работает Да И вы сейчас хотите ее Ну Слово эксплуатировать Не очень, наверное Да Вот Условно есть Telltale Games Да Вот они там делали 3D-шные Адвенчуры Да Там Где у тебя буквально Там Ну Небольшая Небольшая Вариативность В действиях Игрока То есть, здесь То же самое Вы нашли механику Вам она нравится У вас есть движок Вот у вас команда Подозаточена И вы Собираетесь сейчас Сделать игры Просто в разном сеттинге Разные истории Рассказывать Смотри, да Почти все так Да Но не то, что эксплуатировать Мы вот Во второй части Мы много Нового добавили Не то, что Прям Взяли старые Да Развивать Да Да, да, да Вот именно Мне именно Нравится развивать Потому что мы вот Взяли вот в второй части Другой подход сделали Мы сделали ее более приключенческой Там ты перемещаешься Тебя С тобой в дороге Что-то может случиться Какие-то события Ты можешь умереть То есть, в первой части Такого не было В первой части Там карта была такая Чисто для вида Как выбор главы Как меню А здесь именно Такое приключенческое Я добавил идеи Которые мы в первой части Не смогли реализовать То есть, были идеи Которые Я Ну, просто не успели добавить Вот Дальше, да Еще есть идеи Что еще можно Как еще можно развивать Мы уже сделали Даже под себя Инструментарий Как с этим всем Работать Удобно Вот Большое желание Есть еще дальше Делать проекты С такими механиками Но вот Следующий Наверное Это будет не средневековое Потому что уже Подустали Средневековое В одном сеттинге Панике на этой То есть, мы Ну, у нас есть идеи Для игры Другого плана Но они пока Ну, только в мыслях Пока в голове То есть, мы сейчас По сути, ваша задача Сейчас Жирок поднакопить Да Условно Там выйти на все платформы Я так понимаю Все то же самое Да И потом Я так понимаю У вас уже какие-то будут Следующие проекты Ну, то есть Можно уже позволить Себе чуть-чуть Поэкспериментировать То есть, сделать что-то такое Ну, что В новую стезю куда-то пойти Ну, да Опять же Мы сможем сделать проекты Уже более масштабные Ну, так как у нас Уже будут какие-то ресурсы С этих проектов Ну, которые идут То есть Не простые Там 2D проекты Ну, чуть более сложнее Что-то Потому что мысли есть Ну, для этого нужны Опять же Команда хорошая Там И, ну На что-то жить надо Угу Что вы будете делать По маркетингу Ну, точнее Что вы уже сделали Да Через неделю релиз Какие действия На конференции Я вас видел Да Мы познакомились На чем На White Nights конференции Да Мы познакомились Насколько я помню Да, да На White Nights Ну Мы в маркетинге С вами вообще На самом деле Не особо умеем То есть Мы пишем Посты в группе Сейчас будем Как раз На днях Раскидывать ключи Всяким Летспорт-лейером Опять же Потом Что еще мы будем делать Потому что у вас У вас есть Сирбранте Вы же можете Попробовать договориться Что там Знаете Есть система Этих Как-то Промокодов Да Что у тебя там Появляется В инвентаре Промокод Который ты можешь Использовать на игру Ну или Может что-то подобное Вам попробовать Замутить Или можно такое К первой игре Замутить Все кто купил Первую игру У них появляется Промокод И ты можешь его Заюзать И там Скидочку получить При релизе Промокодами надо Посмотреть Потому что Просто так Для игры Промокоды Не всегда Можно добавить Там они Это все По-моему От продаж Зависит от чего-то Еще там В стиме Как-то это Свои механизмы Ну вот Это же Бы клево То есть Прикинь Ну аудитория Которая купила Вашу игру Первую Им понравилось Вы им такие Хоп Промокодик Да Заходи Покупай Вторую версию Она чуть-чуть Подороже Но с учетом Промокода Будет Подешевле Кстати да Идея интересная Надо будет Это глянуть Потому что Что-то мы Об этом Даже не задумывались О том Что можно Для владельцев Одной игры Промокода Другой дать Ну Если вы Сделаете Идею Она заработает То мне Небольшой процентик От чистых Ну короче Я понял В общем Вам надо Еще это Маркетолога Наверное Какого-то В команду И тогда У вас Будет Полный Степ Мы Короче Где-то Не знаю Через год Или два Поняли Что как бы Разработка И маркетинг Это вообще Две разные Абсолютные вещи И что мы Именно разработчики А маркетинг Это вообще Мы Скорее Сядем делать Игру Чем будем Какой-нибудь Постик Писать Где мы Сами себя Рекламируем Говорим Какие мы Классные Сделали То-се Просто потому Что нам Интереснее Именно Делать Игры Вот Да Нам маркетолог Бы хороший Конечно Мы Обрадовались Если бы он У нас был Ну да Обычно Это издатель Они там Разбираются В этом Достаточно Хорошо А мы-то Мы такие Скорее Энтузиасты Которые Им нравятся Делать Игры Разные Ну вы Собираетесь В эту Сторону Думать Или Нет Ну в сторону Издателя Я имею ввиду Ну в сторону Вот издателя Ну Факт Точно Маркетинг Нужен В любом Случа Это в любом Случа Будет это Издатель Либо появится Какой-то Человек В команде У нас Который Будет Волшебником Маркетологом Не знаю Как это Это замечательная вещь Которая Просто умножает Все твои Усилия Если они Качественно Качественно Сделаны То это Прям Нужная вещь Понял Хорошо Ну Слушайте Я думаю Это клевый пример Мне в комментариях Часто Пишут Типа Вот Ты там Делаешь историю успеха Это все Ошибка выжившего Да Там Есть куча тех У кого ничего не получилось Вот как раз Подписчики Пример вам Ребята Поэтапно Двигались Да Увеличивая Свои результаты Не сдались Когда Не очень Сразу Там Зашло Но тем не менее Вот Четвертая игра И Офигительные результаты Я прям Ну Респектую вам Очень круто Надеюсь Вторая игра У вас Полетит Давайте Финалочку А Три Совета Начинающему Разработчику Который У вас сейчас Слушает Сидит И не знает С чего начать Во-первых Не бояться Допускать ошибки Думаю И опять же Не бояться Каких-то провалов Потому что Ну На провале Можно сделать выводы Что было не так И чтобы как-то Себя В будущем Исправить Потому что Многие конечно Говорят о том Что Ну вот смотрите Я там сделал ошибки Не делайте этого Мы это все видели И все равно сделали Те же самые ошибки Как бы Вот Потому что на своем Опыте На своем Опыте Это переживается Совершенно по-другому Чем рассказывает Другой человек А можно сказать Что вот эти ваши Там первые Несколько проектов Это провалы Или нет Нет Я не думаю Я вообще ни один Свой проект Не считал провалом Да У нас были Большие ожидания От второй игры Прям очень большие Мы такие Даже вот Подрастроились И даже Можем посмотреть Что мы Мы стали Что-то свое Пробовать Делать каждый По отдельности Возможно Это из-за этого Как говорят известные люди Ваши ожидания Ваши проблемы Да Да Мы действительно думали Что все будет Как-то лучше Потому что Гораздо больше Сил вложили Денег Времени И так далее Вот Но в любом случае Мы Очень много всего Извлекли из этого То есть Как стоит делать Как не стоит делать Это Интересный опыт И как известно Даже Вот любые Просто проект закончен Все это надо отпраздновать Не важно Какие результаты Все То есть Это уже Ты молодец Ты сделал это Ну Мы знаем Как Денис празднует Он сразу На На Game Jam идет Ну Кстати Да Я возможно Вот 30-го будет Людом Я думаю Может быть Сходить Тоже отпраздновать Сразу В релиз Да Да Давайте Последний Последний совет У меня был совет Ну Как бы Такой Не совет Просто У меня есть Такое Опять же Я говорил Уже Что Лучше Что-то довести До конца Потому что Если Ты никогда Не узнаешь Как это будет Успешно Это будет неуспешно Вот Доделать Даже если Даже если Не все твои идеи Там будут реализованы Даже если Твои идеи Не так будут реализованы Как ты изначально Хотел Но лучше Какого-то До финального Этапа Довести То есть До финального Продукта Вот И Посмотреть На реакцию Людей Вот Ну как бы Естественно Желательно Попутно Смотреть Как люди Реагируют Уже В промежуточные Этапы Нравится Им не нравится Если уже В промежуточном Этапе Всем не нравится То возможно Что-то стоит Переделать Вот Но в любом Случай Пока ты до конца Доведешь Ты не узнаешь Что будет Ну да Любой Законченный Проект Он лучше Чем много Незаконченных Которые Так и остались Стали лежать То есть Это просто Показывает То что Человек Уже Может Как бы Довести Дело До Какого-то Логического Завершения То есть Это Допустим Если Человек Захочет Там В будущем Устроиться Куда-то Работать То есть Для Работодателя Это уже Хорошо Увидеть Что Человек Ага Он Может Там Все Завершить Как бы Своё дело Не бросать На полпути Ну я Согласен Супер Качество Доводить Дело До конца Это прям Супер Круто Хорошо Супер Спасибо Большое Смотрите Ребята Будут Писать Комментарии Да Вы будете Писать Комментарии Под видосом Вы сможете Зайти Поотвечать Поподсказывать Ребятам Которые будут Задавать Вопрос Да Конечно Мы Будем Мониторить Будут Писать Отвечать Я оставлю Ссылочку На новую Игру В описании Если Вам нравится То давайте Покупайте Помогайте Ребятам Чтобы у них Все было Хорошо Спасибо 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 И вам Все Давайте Спасибо 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 Спасибо